Вода. Наше тело при рождении на 85% состоит из воды. То есть ребёночек рождается, и его тело наполнено структурированной жидкостью на 85%. Это не только кровь, лимфа и другие жидкостные субстанции нашего тела. Это любая клетка. Каждая клетка от 60 до 90% состоит из воды. Ребёночек рождается, и у него 85% массы тела — это вода. С возрастом, если произвести замер воды в теле человека, вода уменьшается в организме, и пожилые люди, престарелые, у них фиксируют примерно 60-65% воды на массу тела. О чём это говорит? Это говорит об обезвоживании. То есть человек себя в процессе жизни обезвоживает, и за счёт этого организм стареет, дряхлеет и разрушается. Потому что вода — это источник жизни для любого живого существа на планете, будь то бактерия, будь то растения, животные, человек. И отсюда встаёт вопрос, какой жидкостью мы себя наполняем, и надо ли вообще себя наполнять? Человек, когда начинает кушать любую пищу, у него начинаются обменные процессы. В ходе обменных процессов появляются вещества, которые нужно выделить. Для этого у нас есть мочевыделительная система, для этого у нас есть бронхолёгочная система, для этого у нас есть лимфатическая система, есть кишечник. Это всё выделительные системы. И в процессе жизнедеятельности человек выделяет какие-то вещества, которые не должны в теле оставаться. И эти вещества у нас чаще всего водорастворимые. И они будут выходить с мочевыделительной системой вместе с мочой, и они будут выходить вместе с калом. Кал тоже содержит воду. Так вот, наше тело в процессе жизнедеятельности, когда мы кушаем, то есть при условии, что мы что-то едим, оно теряет влагу. Вместе с теми веществами, которые должны тело покинуть. То есть вместе с токсинами, шлаками, ядами у нас тело наше покидает вода. И поэтому, если человек не будет пить достаточное количество структурированной, живой, сырой воды, его тело будет обезвоживаться. Люди пьют, люди много пьют кофе, чай, пакетированные соки, газированные напитки, бутылированную воду и многое-многое другое. Всё перечисленное не является живой, структурированной водой. И это всё не попадает внутрь клетки. Клетка не способна пропустить в себя грязную воду. То есть всё, что прошло термическую обработку, всё, что излишне минерализировано, то есть вот эти бутылированная вода, она содержит большое количество взвесей, минералов. То, что чай, то, что кофе, всё, что кипяток, это всё вода, которая не попадает внутрь клетки. Всё наше тело состоит из клеток, из клеток состоят наши органы. Так вот, любые наши органы, даже жидкие, они тоже состоят из клеток. Клетка не может в себя пропустить не структурированную H2O. То есть не может в себя пропустить, если вода чем-то… Ну то есть она, когда она вскипела, прошла термическую обработку, у неё кристаллическая структура нарушается, такие разорванные получаются. И клетка не пропускает эту воду, чтобы избежать отравления. У клетки есть защитный слой, барьер. И она в себя может пропустить только живую, сырую воду и ничего более. В современных условиях, в условиях города, да, всё, что мы можем сделать, это пропустить воду через фильтр обратного осмоса, но это не лучшая вода, и её тоже, она тоже не будет питать клетку, к сожалению. Мы можем пить дистиллят. Наша клетка дистиллят пропускает, дистиллированная вода, дистиллят. Это в условиях города, это единственная вода, которую может пропустить клетка в себя. И клетка, она тоже нуждается в обновлении воды, потому что клетка – это живой организм. Так же, как бактерия, да, клетка – это живой организм. И она тоже живёт, в ней происходят процессы жизнедеятельности, и ей тоже нужно выводить из себя ненужные вещества. Поэтому клетка, она должна обновлять в себе воду, если мы употребляем пищу, особенно ту, которая не должна в нас попасть. Но в любом случае мы всё равно дышим, да, и всё равно это всё так или иначе отравляет клетку. Поэтому человек, если он дышит грязным воздухом, если он питается несвойственной для человека невидовой пищей, а это всё, что не сырая пища, выращенная на собственном огороде, или дикоросы, то есть вот эта вся пища, она является отравляющей для человека. И когда человек зашлаковывает таким образом свой организм, сюда же ещё и другие факторы, помимо воздуха, помимо питания, есть ещё эмоции, которые зашлаковывают наше тело на физическом уровне, даже не на энергетическом. Тело нужно омывать, то есть тело нуждается в воде, чтобы вывести водорастворимые токсины, яды, шлаки и отходы жизнедеятельности. Я уже не говорю про то, что в нашем теле живут паразиты, которые испражняются в наше тело, это тоже всё должно вымываться. Так вот, употребление воды в современном мире, оно является одним из необходимых параметров просто хотя бы жизни. Не говоря уже о хорошем качестве жизни, просто хотя бы для того, чтобы жить какое-то время, нужно обязательно пить живую сырую воду. В условиях города, кроме как дистиллят, предложить нечего. Есть бутылированная вода, которая относительно более-менее может послужить нашему организму как источником воды. В природных условиях самая лучшая вода, которая… Ну вот знаете, в сказках, да, мёртвая вода и живая вода. Это не мифические какие-то выражения, это абсолютно физическая вода. Мёртвая вода – это вода, взятая из-под земли. Это вода с определённым pH, с кислотным, с болью в сторону кислотности. Вода мёртвая. Мёртвая вода, она очищает. Её долго пить нельзя, потому что она выводит, она набирает на себя и выводит всё из организма. Её пить нужно только короткими промежутками. И после этого обязательно нужно пить живую воду. Что такое живая вода? Живая вода в природе – это вода, которая находится в открытых водоёмах. Это реки, озёра, ручьи, родники. То есть это вода, которая находится на поверхности земли. Но при этом она должна быть без примесей. Все наши реки сейчас отравлены. Поэтому чистая вода, она только где-то там в предгорьях. Там, где нет в радиусе нескольких сотни километров никаких заводов. Только там какой-нибудь родник, лесной, таёжный или горный источник. Или верховья рек, верховья ручьёв. Только там сейчас можно взять чистую воду. То есть это вода, которая вышла из-под земли. Она проходит преобразование. Структурированная вода и мёртвая, и живая. То есть она имеет кристаллическую решётку, структуру, которая природой создаётся. Но подземная вода, она имеет pH в сторону кислотности. А живая вода, она преобразуется под лучами солнца, и она становится щелочная вода. Так вот, самая лучшая вода, это именно природная вода с открытых источников. Это вода, которая может омолодить любого человека, оживить. Если человек уйдёт на голодание на этой воде, он прям своё тело преобразит на десятки лет. То есть если уходить на голодание на воде, на водное, то лучше брать именно вот эту структурированную живую воду. Ну и в крайнем случае дистиллят, потому что он нейтрален, скажем так. То есть клетка тоже может с его помощью очиститься. Можно делать в домашних условиях талую воду. Это хорошая структурированная вода. То есть это вода с щелочным pH. Это хорошая вода для употребления, и она однозначно будет очищать клетку. Берётся вода после осмоса обратного, после фильтра. Она замораживается таким образом, чтобы мы убрали опять же примеси. Примеси будут в центре и по краям. То есть нам нужна серединка. Примеси собираются в центре и по краям. То есть нужно замораживать таким образом, чтобы взять вот это вот… или размораживать таким образом, чтобы взять только вот этот центр, чистую, то есть это нужно умудриться так сделать или можно отстаивать ее, то есть мы взяли с обратного осмоса, поставили ее в банке, ну в емкости какой-то, да, и она через сутки осядет, получается, что осадок, нижняя треть, вот все, что фильтр не отфильтровал, оно все осядет, вот эту нижнюю треть мы не используем, верхние две трети можно замораживать, и там будет очень мало примесей, то есть эту воду можно уже потом растаивать и использовать как... Ну и четверть, примерно, грязной воды, пусть у меня помораженного осмоса? Четверть, да? Да, это четверть. Ну вот все рекомендуют третью часть убирать, ну пускай это будет четверть, да, то есть две трети или три четверти мы берем, мы замораживаем, делаем талую водичку, талая водичка, она приближена к живой воде, к структурированной. У нее показатели будут меньше, конечно, чем у живой воды, потому что, объясняю разницу, тут вопрос не только в кристаллической решетке и не только в pH, да, люди используют вот эти показатели, количество примесей, pH воды и все. На самом деле вода — это кристалл, который вбирает информацию, это гигантская информационная флешка, и вода, она нас наполняет не только водой, да, она несет информацию. Так вот, вода, которая прошла через грязные трубы, которая получила массу негатива, мы ее потом отфильтровали, да, да, мы убрали примеси, мы ее заморозили, да, мы вернулись кристаллическую решетку, но какой информацией наполнена эта вода? Что она будет? Вот вы ее пьете, и вы получаете вместе с ней огромное количество информации. Какую информацию вы употребляете с этой водой? Это один момент, да, который никто об этом не говорит, то есть она, когда выстраивает свою структуру, кристаллическую решетку, то она ее выстраивает под воздействием того энергетического поля, через которое она проходит. Она вбирает ту информацию, через которую она проходит. И мы пьем не только воду, мы пьем информацию. Доказательством этого есть исследование Мансару Емото. Мансару Емото, японский ученый, он фотографировал снежинки. Так и называется вода, Мансару Емото, автор. Можете его исследование посмотреть. Так вот, водички говорили различное там спасибо, благодарю, или там ненависть там, я тебя ненавижу. И там, где были негативные эмоции, то снежинка, она формировалась уродливая. А там, где были благодарю, спасибо, люблю, там формировалась очень красивая снежинка при замораживании. То есть их быстро замораживали и получали снежинки. Так вот, это исследование очень ярко показывает, что вода, она мгновенно впитывает информацию. И когда мы ее пьем, то мы пьем в том числе информацию. Поэтому очень важно, когда мы готовим кушать, когда у нас суп какой-то, то есть то, что принимает воду, мы должны это делать всегда в хорошем настроении. Потому что все наше настроение, оно все передается в воде. Можно сделать волшебный чай. Вот у меня дочка сейчас работает в кафетерии, она делает кофе. И весь город ездит к ней пить кофе. Говорят, что кофе, в кофе машины делают. Кофе самый вкусный. Просто потому что, когда она ее мешает, она создает положительное квантовое поле, электромагнитное. И вода, она структурируется моментом. Хотя кофе одинаковый по всему городу. Я говорю про то, что вода, она мгновенно впитывает информацию. И она ее вот и понесла. И отсюда вопрос, чем мы питаем наше тело. Помимо pH, помимо минерализации, которая там ненужная, помимо примесей, есть информация. Помимо информации есть еще микрофлора. Так вот, дистиллят, он микрофлору не содержит. Вода, которая талая, она содержит микрофлору. Ту микрофлору, которая была, которая не боится заморозки. Любая вода, любая, из любого источника, кроме дистиллята, содержит микрофлору. Это бактериальные, ну то есть, это бактерии, которые в воде живут. И многие бактерии не боятся заморозки. То есть, при размораживании вода будет содержать. Часть бактерий погибает при заморозке, часть бактерий нет. И мы, когда пьем водичку, мы эти бактерии тоже пьем. И вопрос, нужны ли эти бактерии нашему телу, да? Они могут, конечно, транзитом пройти, а могут не пройти транзитом. И, ну вот, дистиллят и талая вода в современных условиях это лучшее, что можно предложить. И когда вы замораживаете воду, наговорите ей хороших слов. Люблю, благодарю, спасибо. Здравия. Да. Я здоров. Здравия. Да. Да, водичка махом впитает и замораживаем. Достали, размораживаем, тоже с ней поговорили. Люблю, благодарю. Здоровья, счастья, добра, любви, радости. Шунгит еще для этого? Это минерализация или очищение от минерализации. Это он типа программу стирает. Камни природные, да, они работают над программами. Я очень долго это использовала, когда жила в квартире дома. Я использовала шунгит, кварц, кремний, да. Все, что могла найти. Вот. Ну, могу сказать, у меня большой опыт употребления воды. Ничего с живой сырой водой не сравнится. Она прямо сладкая. То есть вот когда мы берем воду из открытых чистых источников, она прямо вот, ее хочется пить. Она настолько вкусная, ее прям допиться невозможно. Как, знаете, вот приходишь в сосновый бор и надышаться не можешь. Хочется дышать, 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 да. Прямо запихать в свои легкие как можно больше этого полезного воздуха. С собой еще, да, газовый баллончик взять. Мешок. Мешочек напихать. Так вот вода, когда она из природных источников, она тоже настолько вкусная. Я вот когда попадаю в такие места, где могу ее набрать, ее хочется пить, пить, прям пить. И пить, и пить, и пить. Прям, не знаю, там по два, по три, по десять литров в день, сколько влезет.